Мы сегодня будем иметь причастие, как вы видите и как вы знаете, но сегодня у нас не будет привычной схемы, как у нас это обычно бывает, небольшой проповеди перед причастием, а затем основного слова. Я сразу поделюсь с вами основательной проповедью, и после этого мы совершим причастие, потому что я думаю, что эта проповедь будет весьма уместной перед причастием. Ведь для многих христиан причастие — это хороший повод для самоанализа, для определенного пересмотра своей жизни на предмет ее соответствия Слову Божьему, для исповедания перед Богом. Понятно, что мы и так должны регулярно иметь такую практику, но причастие — особый повод для этого. Почему так? Если мы вспомним историю появления причастия, то, по сути, это история о последнем перед распятием ужине Иисуса с учениками, на котором, как пишет Матфей, давайте обратимся к Евангелию от Матфея, 26 глава, 26 стих. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите, это есть тело мое, и, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов». И вот сегодня, выполняя те же действия с хлебом и чашей, в воспоминания о страдании Христа, которыми мы получили искупление наших грехов, мы воспринимаем происходящее не только как некое материальное, но и как определенное духовное действие, в котором особым образом присутствует сам Иисус, как тогда со своими учениками. А встреча с Богом всегда волнительна. Помните реакцию пророка Исаия, когда он оказался в Божьем присутствии? Исаия, 6 глава, 5 стих. «И сказал я, говорил Исаия, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия, оказавшись в присутствии Божьем, ясно ощутил свое несовершенство, ясно ощутил, что ему нужно нечто особенное перед Богом, чтобы он мог находиться в его присутствии. И поэтому, чтобы не быть судимыми, как пишет апостол Павел, мы судим сами себя, мы исследуем сами себя, мы анализируем сами себя, мы сами пытаемся обнаружить некие несоответствия в себе Божьим стандартам, и приносим это на суд Божий, приносим это перед милостью Божию, просим, чтобы Бог нас изменил, просим, чтобы Бог к нам прикоснулся и что-то сделал в нас. В 1 Коринфянам 11, 31 мы читаем, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Еще раз вот эта мысль, что значит судим? Мы анализируем себя и свою жизнь перед причастием. Мы проверяем наши так называемые вертикальные и горизонтальные отношения. То есть наше отношение к Богу и наше исполнение Его Слова, наше отношение к личной нашей святости, наше отношение к другим людям. И все это, это часть того, что должно происходить в нашем духовном человеке, все, что должно происходить в нашем уме, если мы действительно хотим осознанно и ответственно подходить к причастию, а не просто как к совершению какого-то обряда. Сейчас я с этим гаджетом разберусь. Наверное, так лучше. И вот именно второй этой части, то есть нашим отношениям друг с другом под определенным срезом, я и посвятил сегодняшнюю проповедь, которую я назвал «Слишком святые, чтобы помочь». И перед нашим причащением я хочу нас побудить к рассуждению о нашем отношении, если говорить более конкретно, к проблемам других людей в целом и в церкви. Знаете, я думаю, что практически каждому приходилось оказываться в ситуации, когда мы нуждались в чьей-то помощи и поддержке. Также практически все, наверное, сталкивались с ситуациями, когда мы видели или слышали о том, что помощь нужна кому-то. И как мы реагируем вопрос на чью-то проблему и чью-то нужду? Я думаю, что если бы я вас попросил сейчас дать ответ на этот вопрос, то мне кажется, что практически все или, может быть, даже абсолютно все дали бы правильный библейский ответ. Я думаю, что для многих он был бы на самом деле искренним и соответствующим действительности. Видя человека, нуждающегося в помощи и имея возможность помочь ему, мы, конечно же, помогаем. Но порой все же бывает, что кто-то из верующих, хотя и понимает, что именно так нужно реагировать, что именно так нужно поступать, говорит все правильно, исповедует верные вещи, но поступает все же не совсем так, а порой и совсем не так. Я думаю, в процессе проповеди нам станет понятно, что я имею в виду. Я очень надеюсь, что все мы сможем осознать суть проблемы. И если она присутствует в чьей-то жизни, устранить ее с Божьей помощью, как на уровне нашего понимания, так и на уровне нашей какой-то жизненной практики. Я думаю, что наилучшей иллюстрацией для этой темы является рассказанная Иисусом история или притча о добром самарянине, записанной евангелистом Лукой. Мы можем прочитать ее в 10 главе, и, наверное, стоит начать с некой предыстории или с описания ситуации, в которой она была рассказана, начиная с 25 стиха этой 10 главы. Давайте почитаем. «И вот один законник встал и, искушая его, речь идет об Иисусе, мы понимаем, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всей крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. 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 Салимов и Иерихон, ставший потерпевшим, затем священник, затем левит и самарянин. Я опускаю там разбойников и содержателя гостиниц, для нашего назидания они в данном контексте значения не имеют. Я думаю, что многие уже слышали определенное разъяснение этой притчи и понимают прекрасно определенные характеристики основных ее действующих лиц. Поэтому я не буду слишком подробно на этом останавливаться и дам лишь короткие комментарии. Во-первых, о потерпевшем, на которого напали разбойники, раздевшие его, избившие до полусмерти и бросившие у дороги, говорят, что это был либо опрометчивый и безрассудный человек, либо человек, у которого была какая-то крайняя нужда для путешествия в Иерихон, раз он в одиночку пошел по такому опасному пути. Повторюсь, дурная слава этой дороги была известна в то время и даже продолжительное время после этого. И обычно путешествующие из Иерусалима в Иерихон в поисках безопасности собирались в группу и путешествовали с охраной или караванами, то есть не в одиночку. Поэтому есть определенные основания считать, что вот этот упомянутый Иисусом путник прежде всего сам виноват в том положении, в той беде, в которую он попал. О священнике написано, что он быстро прошел мимо. Его бездействие по отношению к человеку, я думаю, мы тоже слышали это объяснение, оправдывает тем, что если бы он прикоснулся к человеку, лежавшему возле дороги, и этот человек оказался мертвым, то священник не смог бы служить в храме не только в этот день, но и всю последующую неделю, потому что по закону всякий, кто притронется к мертвому, считался нечистым 7 дней. Мог священник и опоздать на службу в храм, и этого опасаться, и это могло быть причиной его бездействия. И если мотивы бездействия священника были действительно такими, то получается, что храм и служба в нем значили для этого священника больше, чем страдания этого конкретного человека и возможность проявить к нему милосердие, оказав помощь. О Левите сказано, что он сперва даже подошел к лежащему, я думаю, вы обратили на это внимание и посмотрел на него, но потом все-таки тоже прошел мимо, как и священник. Знаете, Иисус, рассказывая эту историю, ничего не говорит о мотивах бездействия священника и Левита. Мы лишь можем предполагать, что ими двигало, в том числе исходя из того, кем они были и куда они могли идти. Поэтому, возможно, у Левита могли быть те же причины бездействия, которые предполагают у священника. То есть, опасаясь, что потерпевший мог быть мертвым, Левит не рискнул оскверниться, прикоснувшись к нему, чтобы это не помешало ему выполнить свое служение. Некоторые библейские комментаторы пишут о том, что Левит мог опасаться бандитской западни, потому что были случаи, что один из бандитов притворялся раненым, изображая из себя жертву, кто-то подходил к нему, чтобы оказать помощь, и тут на него набрасывались соучастники этого изображающего жертву, и, соответственно, все заканчивалось плохо. Если это было в голове Левита, то получается, что он просто решил не рисковать с собой ради того, чтобы помочь другому. Но что бы ни двигало Левитом, инстинкт ли самосохранения или религиозные мотивы, и для него что-то оказалось выше и важнее, чем страдания и нужда конкретного человека, которому он мог бы хотя бы попытаться оказать помощь. Когда Иисус заговорил о самарянине, его слушатели иудеи могли ожидать, что теперь последует рассказ о каких-то еще более худших проявлениях, чем бездействие священника и Левита. Это было связано с тем, что иудеи имели нездоровое предубеждение по отношению к самарянам, и, как мы знаем, из Писания даже не сообщались с ними, считая самарян такими людьми в какой-то степени второго сорта, что ли, я не знаю, недостаточно праведными, недостаточно хорошо исполняющими закон. Предыстория этого появления народа такова, что когда было сирийское пленение, и в эту местность, где была Самария, были переселены другие народы, иудеи смешивались с другими народами, и правоверные, ортодоксальные иудеи считали, что они не сохранили некую свою изначальную святость, уникальность, чистоту и так далее. И это предубеждение доходило до такой степени, что слово «самарянин» часто использовали как прозвище для обозначения еретика или нарушителя закона Божьего. Но интересно, что, судя по контексту проповеди, этот самарянин имел хорошую репутацию. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что хозяин гостиницы поверил ему на слово, когда самарянин оставил в гостинице потерпевшего, и, внеся предоплату, попросил позаботиться о нем, и обещал, что после своего возвращения покроют все расходы по пребыванию бедолаги в гостинице. И в своем отношении к потерпевшему интересно, что самарянин проявил себя с самой лучшей стороны. Лишь он, безо всяких, но оказался готовым помочь. А ведь самарянин мог и спешить по своим делам, мог и он опасаться за подни, в которой тело, лежащее возле дороги, могло быть лишь приманкой. И он мог не желать оскверниться, если бы вдруг оказалось, что пострадавший уже мертв. И он мог иметь целый ряд других причин, чтобы не помогать человеку, лежавшему у дороги. Но, несмотря на то, что по мнению ортодоксальных иудеев, самарянин, как типичный представитель своего народа, народа не дотягивал до их высоких стандартах в вопросах понимания, толкования, соблюдения законов предков. И тем не менее, только самарянин из всех проходящих возле человека, попавшего в эту беду, имел в своем сердце нечто, что позволило ему исполнить самую суть закона, явить любовь на деле ближнему своему. Те, кто прошел перед этим мимо, прекрасно знали об этом, говорили об этом, но что-то, как говорится, их не торкнуло. Почему-то в этой ситуации они оказались неспособными применить теорию на практике. Почему-то в этой ситуации не сработал какой-то внутренний рефлекс, какая-то жалость, какое-то милосердие, что-то такое, что сподвигло бы их конкретным действиям. Но именно самарянин не побрезговал подойти, как мы видим из этой истории, и прикасаться к израненному человеку, который, скорее всего, был и грязным, и окровавленным. Именно самарянин обработал раны традиционным для того времени способом, поливая их маслом и виною, то есть не поскупился потратить что-то, имеющее ценность для этого совершенно незнакомого человека. Именно самарянин сделал перевязку. Он не побоялся испачкать себя, свою одежду, своего осла. Он этого бедолагу взял, посадил на этого осла, завез в гостиницу. Он пожертвовал свое время и деньги на эту дорогу и на то, чтобы оплатить пребывание этого человека в гостинице и оставить его там до выздоровления. Интересно, что мы не услышали у самарянина никакой пафосной риторики, никаких громких, правильных слов. Мы не наблюдали в его поведении никакой показушности. Он увидел конкретную нужду, он увидел человека, находящегося в беде, и первый его импульс, первое его естественное действие было определенная практическая помощь этому человеку. Он не стал, если этот человек был в состоянии слушать его, какие-то нравоучения ему здесь разводить и говорить о том, а что ж ты такой бестолковый или неосторожный, или еще что-то в этом роде. Пошел в такую дорогу, не подумав, не озаботившись компанией или охраной, или еще что-то в этом роде. Он не стал ему читать никаких лекций. Он прежде всего понимал, что ему сейчас нужна помощь, и он ему эту помощь дал. И сделал это, несмотря на все возможные «но». А священники Левит, похоже, оказались слишком святыми, чтобы помочь бедолаге в этой ситуации. Они таки остались на уровне своего теоретического какого-то понимания, на уровне своих, возможно, каких-то предубеждений. Очевидное противопоставление поведения священника и Левита с одной стороны и самарянина с другой стороны по отношению к потерпевшему проиллюстрировало слушателям Иисуса, как и нам сегодня, мораль этой истории, этой притчи. Законник, задававший вопрос о ближнем, задавал его всерьез. Комментаторы говорят о том, что, имея пристрастие к уточнениям, раввины искали определение понятию «ближним». И в самом узком смысле они толковали его в том значении, что ближний – это только наш иудей, только наши. Тогда ходило до того, что, например, некоторые объявляли нарушением закона оказать помощь язычнице в тяжелое для нее время, то есть во время родов, ибо тем самым способствует появлению на свет еще одного язычника. Поэтому вопрос, кто мой ближний, был актуальным для слушателей Иисуса, и он действительно, скажем так, витал где-то в умах, и они пытались в нем разобраться, но, знаете, с определенной подоплекой, с определенным желанием получить некий ответ, который бы им понравился, который бы соответствовал, возможно, их такому национальному шовинизму или каким-то другим представлениям. И вот ответ Иисуса затрагивает три момента, которые я хочу рассмотреть чуть подробнее. Во-первых, из этого ответа и из этой истории мы понимаем, что следует помогать человеку, даже если он сам навлек на себя беду, как это было с этим путником. Даже если человек, возможно, или действительно виновен в том, что оказался в какой-то проблеме, не наше дело и не наше право судить его, не наше дело или не наше право читать ему какие-то нравоучения в этой ситуации. Возможно потом, когда ему будет действительно оказана практическая помощь, когда будут устранены какие-то вредные последствия для его здоровья, для его души, для его безопасности, для чего бы то ни было. Может быть, потом будет время и возможность для какого-то душевного разговора, где, как написано в Писании, мы с кротостью сможем в чем-то этого человека наставить, если будет соответствующий повод и возможность. Но не в тот момент, когда этот человек отчаянно нуждается в помощи. Во-вторых, мы понимаем из этой истории, что любой человек, независимо от национальности, расы, социального положения, каких-то других признаков, находящихся в опасности, и есть наш ближний, и есть тот человек, которому нужно оказать помощь, и есть тот человек, в отношении которого нужно применить заповедь, возлюбив ближнего своего как самого себя. Если правильно понимать эту притчу, то слово «ближний» не означает, что ближний — это тот, кто наш родственник, это тот, кто из нашей церкви, это тот, кто, может быть, мой друг и так далее. А вот там кто-то, кого я, может быть, мало знаю или не знаю, — это не ближний. Ближний в том смысле, в котором это преподносится в Писании. Это конкретный человек, рядом с которым мы оказались, и в силу этого он уже стал нашим ближним. И мы видим, что этот человек нуждается в помощи. И, соответственно, у нас есть необходимость, у нас есть обязанность, у нас должно быть, в конце концов, какое-то сердечное побуждение помочь этому человеку. И третья мысль, которую мы видим из этой притчи, это то, что наша помощь должна быть практичной и не ограничиваться сочувствием. Помните вот это место из Иакова, о том, что наша вера должна проявляться в делах. Что толку сказать человеку, который голоден или который прозябает, иди, грейся и питайся, и не дать ему необходимого, если у нас есть возможность. Это не помощь, и это бессмысленное, бесполезное сочувствие. Если действительно мы видим человека в нужде, и у нас есть возможность чем-то ему помочь, значит, мы должны предпринять практически какие-то меры для того, чтобы это сочувствие воплотить в жизнь. Ведь вряд ли священники левит были настолько бесчеловечны, настолько бездушны, что они не испытывали чувства жалости к этому путнику. Но тем не менее, они ничего не предприняли. Знаете, бывают ситуации, когда мы либо сердце свое как-то ожесточаем, либо оправдываем себя в чем-то, либо пытаемся найти какую-то проблему в другом, а он сам или она сама виновата, что они попали в эту ситуацию. И тем самым мы оправдываем свое собственное бездействие. Но эта история подчеркивает, что истинная вера и послушание Христу, они неотделимы от сострадания и заботы о тех, кто действительно нуждается. Призыв Бога любить – это призыв любить других. И новая жизнь, и благодать, которую Господь дает нам, тем, кто принял его, производит любовь. Должна, по крайней мере, производить. Она производит милосердие и сострадание к тем, кто находится в страданиях и нужде. И верующий не должен ожесточать свое сердце. Если человек считает себя христианином, но его сердце нечувствительное к страданиям и нуждам людей, то это может свидетельствовать об отсутствии вечной жизни, пребывающей в нем. Помните неприятные слова Иисуса Христа, записанные в 25 главе Евангелия от Матфея? Давайте обратимся к ним. Матфея 25, 41. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был нак, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это о том же, о чем мы сегодня говорим. Это о том же, о чем мы сегодня читаем. Наша вера, наша любовь, наше правильное отношение к тем людям, которые нас окружают, должно быть практичным. Мало теоретического понимания, мало правильных рассуждений, не нужны вообще какие-то нравоучения в определенных ситуациях. Нужно просто взять, помочь. А когда человек придет в себя, когда будет решена его конкретная проблема, тогда, возможно, если в этом есть в принципе необходимость, мы сможем ему оказать какую-то и теоретическую, скажем, помощь, и может быть какое-то наставление дать, если оно нужно ему. Поэтому все то, что Иисус сказал этому законнику, он говорит сегодня и нам, «Иди и поступай так же». Как так же? Так же, как и самарянин в рассмотренной нами притче. Знаете, я не исключаю того, что вот, почитав эту притчу, послушав мои рассуждения на тему этой притчи, кто-то скажет, «Но мы же так и поступаем. Зачем нам очередной раз говорить очевидные вещи, с которыми мы, конечно же, согласны?» Я не спорю, еще раз говорю с тем, что мы знаем, как должны поступать. Но давайте откровенно сами себе просто скажем, мы не проводим здесь какого-то опроса, я не буду просить кого-то руки поднимать, просто давайте заглянем в свою душу, в свое сердце, может быть углубимся в какие-то воспоминания, сталкивались ли мы с какими-то ситуациями, где кто-то рядом с нами находился в какой-то нужде и нуждался в какой-то помощи. И, может быть, знаете, здесь стоит нам и абстрагироваться, и не представлять себе такую ситуацию, как там совсем уже по аналогии, что вот мы едем по дороге, и возле дороги лежит какой-то бедолага, попавший в ДТП, которому нужна наша помощь. Давайте шире посмотрим на вещи. В целом, на любую ситуацию, где человеку нужна помощь. Знаете, ведь и те, кто разговаривал с Иисусом, как мы видим из зачитанного нами вот этого 10 главы Евангелия от Луки, отрывка, прекрасно знали закон. Они цитировали правильные вещи. Луки 10, 27. Они повторяли обе заповеди, на которых, как сказал Иисус, основывается весь закон и пророка. «Возлюбий Господа Бога твоего всем-всем-всем и ближнего твоего, как самого себя». Но что они делали? По сути, они искали предлог для своего бездействия. Об этом мне говорит их казуистический вопрос, «А кто мой ближний?» И этот вопрос мы тоже видим в 29 стихе 10 главы Евангелия от Луки. И в первой части, пусть он будет у нас перед глазами, этого стиха написано, что вопрос этот родился из желания оправдать себя. То есть оправдать свое бездействие в определенных ситуациях, когда они видели человека в беде, но не желали помочь ему. Знаете, к сожалению, периодически сталкиваешься с какими-то ситуациями, которые случаются с людьми, в том числе и в христианской среде, и до конца не понимаешь, почему у нас вот так расходится теория с практикой, почему у нас наше понимание не может воплотиться в жизнь. И может быть, чтобы помочь нам перенести эти идеи, которые заложены в этой притче, донести вот это послание, которое Иисус оставил на страницах Евангелия, на которое Лука оставил на страницах Евангелия со слов Иисуса. Я просто попытаюсь перевести пару примеров каких-то из нашей современности, чтобы мы могли к разным ситуациям этот принцип применять. Представьте себе такую историю. Поженилась пара, муж оказался не муж, а маменькин сынок, который так и не смог оставить свою маму и перелепиться к жене своей, став с ней одним целым. Поэтому жить молодожены пошли к родителям мужа. Практически сразу в семье начались проблемы, которые с годами только усугублялись. Он скрывал от жены размер своей истинной зарплаты, не заботился о детях, не занимался их воспитанием, считая это только заботой жены. Плохо относился к жене и детям, живя лишь в свое удовольствие. Чем дальше, тем больше муж со своей мамой терроризировал жену и детей. Со временем дело дошло и до рукоприкладства. В общем, нормальной семейной жизни не было. Жена и дети жили в постоянном страхе, но окружающее их церковное сообщество не желало разбираться во всех нюансах проблемы. Опираясь на искаженную идею о главенстве мужа в семье, которому жена, несмотря ни на что, должна покоряться, и от которого ей, как доброй христианке, следует все терпеть. Никто не видел проблемы в муже, не пытался с ним работать, поэтому после несколько летних безуспешных попыток повлиять на мужа лично, через церковь, однажды у жены просто сдали нервы, и она ушла из дома, который стал для нее, говоря библейским языком, домом рабства. Она попала в беду, она попала в определенную ситуацию, когда она отчаянно нуждалась в помощи. И вот интересно, что когда она оказывается на улице с чемоданом вещей для себя и детей, потому что даже ее собственная семья под определенным предлогом отказывается ее принимать, хотя вполне возможно, что истинной причиной, по которой ее не приняли в родительском доме, было опасение оскверниться, как у священника и левита. Оскверниться чем, спросите вы? Оскверниться прикосновением к женщине, которая пошла против определенных церковных канонов. Оскверниться поддержкой бунтарки, которая посмела уйти от мужа. И как бы родным не было ее жалко, они опасаются, что в церкви их осудят. И если они окажут ей поддержку в этой скользкой ситуации, если они примут ее, то как бы ни сочли, что они косвенно приняли ее сторону, оказав ей такую поддержку. Интересно, что в такой ситуации добрым самарянином оказались совершенно посторонние люди, которые, не задавая лишних вопросов, не пытаясь говорить ей, что она сама в чем-то виновата, просто предоставили ей кровь и пищу на то время, пока она искала свое собственное жилье и не смогла где-то обустроиться. Знаете, я понимаю, что это очень сложная ситуация, очень сложный пример, который я привожу. И, безусловно, церковь однозначно против разводов, против оставления мужьями, жен или женами мужей. Но мы говорим сейчас о некой отчаянной ситуации, когда просто совместное пребывание угрожало жизни и здоровью и женщины, и ее детей. И в этой ситуации даже сама семья этой женщины оказалась настолько жестокосердной, настолько святой и правильной. Может быть, у них были другие мотивы, я не знаю. Но, тем не менее, даже она не помогла ей в этой ситуации. Я могу еще такой пример привести. Давайте представим себе еще одну ситуацию из нашего времени. Кто-то заболел серьезной болезнью, надежданной излечения которой есть только за границей. Мы очень часто в последнее время слышим о таких вопиющих нуждах. Если раньше люди как-то пытались бороться с этим сами, либо просто оставляли все на волю случая, не имея возможности помочь самим себе, то в последнее время все больше стало принятым все-таки обращаться за помощью. Обращаться за помощью к родственникам, знакомым, а порой и совершенно незнакомым людям всеми доступными способами. Проблема, как правило, заключается в том, что если болезнь какая-то серьезная, если нужно лечить ее за границей, мы понимаем интуитивно, что цена вопроса велика. Как правило, это десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч долларов. И ни для какой среднестатистической семьи нереально насобирать порой даже 5 тысяч долларов, не говоря уже о 10 и больше тысячах долларов. Поэтому если думать о том, что человек остается один на один вот с этой проблемой, с этой нуждой, то ему никогда не в силах, он никогда не в силах с ней будет справиться. Но люди обращаются за помощью и говорят, помогите. Мы хотим с вашей помощью использовать этот шанс на изменение ситуации со здоровьем. И вот как реагируют люди, интересно. Кто-то дает ту помощь, которую он может молча или с добрыми пожеланиями, чтобы все получилось. А кто-то начинает очень много рассуждать в стиле «а кто мой ближний?» Кто-то начинает препарировать жизнь просящего о помощи и его семьи до молекул, а то и до атомов, рассуждая о том, на какую ногу они живут, на широкую, не широкую, а как они сами могли бы пособирать эти денюжки, а стоит ли им вообще помогать, а ложит или не ложит Господь мне на сердце оказать им какую-то помощь. Знаете, мне кажется, на основании того, что мы читаем в Писании, если не ложит, то что-то не так с нашим сердцем. И вот эти все рассуждения о том, насколько они правы или неправы, они виноваты ли они сами, может быть, своей неправедной жизнью или еще какими-то моментами, что они попали в беду, они совершенно не вписываются в то, чему нас учит Евангелие и к чему нас призывает Иисус. Знаете, я смотрю на эти вещи достаточно просто. Не мое дело думать или рассуждать о том, могут или не могут они сами насобирать эти деньги, правильно или неправильно они живут, насколько они экономят или не экономят, чтобы, может быть, где-то меньше просить со стороны, не могут ли они там что-то продать. Для меня все просто. Если человек просит о помощи, значит, он действительно нуждается в ней. Вы знаете, что очень непросто попросить других о помощи. И это чисто психологически нужно переступить определенный барьер, чтобы во всеуслышание заявить о своей нужде. И если у меня есть возможность помочь, я просто беру и помогаю. Если у меня вдруг нет возможности помочь, я не буду заниматься препарированием жизни этой семьи или этого человека. Я просто помолюсь о них. Я просто благословлю их. Я просто попрошу, чтобы Бог помог им и нашел тех людей, которые, может быть, имеют конкретную материальную помощь, возможность им оказать в данный момент. Мне кажется, что вот это соответствует тем истинам, которые преподносит нам Писание. Поэтому, завершая свою проповедь, я хочу призвать нас к тому, чтобы мы не были слишком святыми, чтобы помочь порой. Чтобы мы не думали, может быть, в виде человека в нужде о чем-то отстраненном, о чем-то религиозном, о чем-то, ну о чем бы то ни было. Чтобы мы видели человека в нужде и думали только о нем. И думали только о том, как и чем мы можем ему помочь. А если не можем, то, по крайней мере, пусть наши слова неправильные, осуждающие, рассуждающие, не витают в воздухе и не бьют кого-то морально. Давайте не будем рассуждать о том, нет ли вины самого человека, нуждающегося в помощи, в том, что у него проблема. Давайте каждого нуждающегося в помощи действительно считать своим ближним, тем, кому нужно помогать и тем, кому стоит помогать. И, наконец, наша помощь должна быть практической. И когда это возможно для нас, не ограничиваться сочувствием. Повторюсь, что нам с вами предстоит причастие. И повторюсь, что наше хождение перед Богом – это не только забота о неких внутренних стандартах праведности или святости. Наше хождение перед Богом – это и наши отношения со всеми теми людьми, с которыми мы живем, с которыми мы сталкиваемся, которых мы видим. Поэтому, когда мы приходим в особое присутствие Божие, когда мы готовимся к принятию участия в трапезе Господней, нам стоит пересматривать все аспекты своей жизни. И не только на предмет некой теоретичной правильности наших представлений, но и на предмет того, насколько наша реальная жизнь соответствует тому, что мы делаем и как мы относимся к людям. Поэтому, прежде чем мы будем молиться о хлебе и чаше, мы помолимся о нас самих, мы помолимся о друг друге, мы помолимся о нашем состоянии, чтобы Господь, если нам нужно что-то понять о себе и о других, дал нам это понимание. Чтобы, если что-то должно измениться в нашем уме, в наше сердце, в нашей жизненной практике, оно изменилось с Божьей помощью и при нашем активном желании это изменить. Чтобы Господь очищал наше сердце и дал нам дерзновение действительно смело протягивать руку к этим символам страданий Иисуса Христа и через участие в хлебопреломлении получить благословение, пережить особое Божье присутствие, почувствовать Его прикосновение. Давайте мы помолимся.